Приветствую вас! Вот вы задаете вопрос свой, в котором спрашивает нас, значит, как стать более уверенной в себе, да, и как учиться давать сдачи. Ну, я так понимаю, вы немножечко не в буквальном смысле слова это имеете в виду, вы здесь говорите скорее, ну, скорее, в тринок смысле слова. Вот, значит, смотрите, вы жили, вы жили и живете так. Если я правильно вас понял, ну, довольно долгое количество времени. То есть это у вас не первый раз, когда вы так живете не первый день, не первый месяц даже. Понимаете? И, соответственно, если мы говорим с вами о том, что вы жили так какое-то время до этого, то вот так сразу ваша модель поведения, она не поменяется, к сожалению. Потому что это не так легко. Вам нужно вам понять, что, грубо говоря, стало причиной подобного вашего поведения. Почему вы стали так себя вести? Откуда, например, взялся страх в вас? Почему вам всегда нужна поддержка и так далее? То есть вот этими вещами, с этими аспектами в первую очередь и нужно вам работать. Понимаете? Именно так. С этими аспектами. И вот если вы говорите, что я чего-то боюсь, то нужно в первую очередь понять, что боитесь вы ничего-то. Вы боитесь, по сути дела, ну, в действительности, вы боитесь тех последствий, которые пойдут, которые будут за наступлением этих обстоятельств, за которых вы не хотите как раз. И, соответственно, нужно подумать, что это за обстоятельства и что они значат для вас. Потому что если вы не знаете, что это за обстоятельства, то, естественно, вам будет очень и очень тяжело. Хотя бы потому, что вы специально будете думать о себе хуже, не так, как вот есть на самом деле. И это будет серьезная проблема. Далее, начаться. Второй момент. Это момент, связанный с тем, что вы говорите по поводу того, что вас волнует мнение других людей. Здесь я вам хочу сказать следующее. Мнение других людей, это почти всегда некая такая установка в первую очередь ваших родителей. То есть, вот, вашим родителям внушили вам, что вас должно волновать то, что подумают о вас другие люди. А это не есть правило. Потому что ориентируясь на мнение других людей, вы всегда проигрываете. Вы всегда жертвуете собой. И, соответственно, вы зависите от мнения других людей по той причине, довольно простой, что, видимо, вы не уверены в себе. Вам нужен нужен человек, чтобы был рядом. Человек, которым бы вы были в себе уверены. Так вот, и давайте подумаем тогда. А в чем и почему вы не уверены в себе? Вот именно вы. В чем вы не уверены в себе? А для этого попробуйте определить для себя свои качества, в которых вы не уверены в себе. Что это за качество? И что вы можете сделать, чтобы повысить эту самую уверенность в себе? И вот тогда, через определенные цели, определенные задачи, вы и будете как раз таки свою неуверенность в себе постепенно купировать. И купируя ее, вы будете избавляться от негативных ее аспектов. Но, для начала, нужно, чтобы вы подумали, что мы не уверены в себе. И обязательно нужно пронаботать ваше детско-расследовательское отношение. Потому что именно там, именно в них кроется основная причина, по которой вы имеете сейчас ситуацию, которая с вами происходит. Значит, по поводу страха, здесь ситуация такова, что вам нужно обязательно понять, что стоит за переживаниями, что стоит за страхом, какие негативные последствия вы которые предполагаете сами пройдут, если это будет, если это случится с вами. И, соответственно, эти негативные последствия нужно будет определить. И уже тогда, когда вы не будете бояться, а когда вы просто будете понимать, что стоит за этим страхом, и что вы можете сделать, чтобы его не было, что вы можете сделать, чтобы негативных последствий не было. Вам будет куда-то проще жить. Что касается самостоятельности, то здесь ситуация заключается в том, что вам нужно, опять же, на мой взгляд, вам нужно главное. Вам нужно для себя научиться брать ответственность за свои поступки, за свои слова, четко понимать свои мотивы, смысл того, что вы делаете, и то, как вы это собираетесь сделать. Чтобы, чтобы не зависеть в своих действиях от кого бы то ни было другого. Это не есть хорошо. И я полагаю, что именно родители, и я полагаю, что именно родители внушили вам, опять-таки, что вы сами не справитесь с чем-то, либо, наоборот, чрезвычай много от вас требуют, что также не является чем-то хорошим и правильным. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!